Это наша вторая встреча. Интересно, последняя или нет? Итак, суд выигран. Здравый смысл и главный закон победили. Точно. Здравый смысл и закон. На сегодняшний день победили, потому что, возможно, еще касаться. Напомним тогда краткое содержание предыдущей серии. В чем, собственно, вопрос? Почему вся страна прильнулась сейчас к экранам телевизоров? Прокуратура настаивала о том, что нарушения Серебрякова, они прям критические. Речь идет о том, что... То есть вилла в Ялте меркнет по сравнению с тем, что сделал Серебряков? Да, ну на момент, когда проходила комиссия, то есть данных о том, что это была там вилла в Ялте, либо там это была какие-то объекты недвижимости, об этом никто не знал в силу того, что это закрытая была информация. А что сделал Серебряков? То есть вы... Можно поинтересоваться? Да, безусловно. Мне было предъявлено то, что я не указал земельный участок, который в наследство получила моя супруга еще в 2011 году, до момента моей депутатской работы и так далее. И наследство получило от отца 10 соток пустого земельного участка, который был разганичен между всеми родственниками и досталось 10% от этого участка. 10% пустыря? Одна сотка. Из 10 соток, да, жене осталось наследство одна сотка. То есть вы не задекларировали одну сотку? Да, одну сотку земли. Не виллу в Ялте, а, извиняюсь, одну сотку... Точно. Одну сотку земли. И что предложил прокурор сделать с вами? Прокурор настаивал на формулировке заведомо неполные сведения. Иван, а потому что вы не член Единой России, я прошу прощения за свой вопрос. Безусловно. Потому что я не член Единой России. То есть вы как оппозиции считаетесь действующим депутатом? Как бы партия власти? Да. У нас в стране законов оппозиционных партий так и не принято было. Поэтому все являются народными... Одна сутка и иди депутат вон. Ну, по мнению прокурора это должно быть... А если вилла в Ялте, ну, член Единой России, живи в этой вилле. Ну, выходит так. Суд состоялся? На самом деле для меня было в удивлении то, что... Что суд не отменили. Что суд не отменили. То, что прокуратура не отозвала свой иск. Принимая иск незаконный... Ну, может быть, я ошибаюсь, меня юристы поправят. Но если суд принимает иск от прокурора края, который преступен, то суд сам идет на преступление. Ведь своим иском прокурор края отменил Конституцию Российской Федерации. Ни больше, ни меньше. Вроде как в Красноярском крае своя отдельно взятая Конституция. Изначально судья, суд районный, не имел права принимать такой иск. Ибо иск незаконен. Кому же знать законы, как не судья? Так? Абсолютно. Значит, судья, нарушая закон, внимания, такого еще не было. Я не помню таких примеров. Судья совершил преступление. Достаточно было открыть Конституцию Российской Федерации. Посмотреть, что хочет прокурор. И отказать в самом иске сразу, в момент подачи. Так? Абсолютно правильно. Самое интересное, если судья это не сделал, он совершил преступление. Уголовное преступление. Я уверен в этом. Я не уверен, потому что, еще раз, ничего подобного в России не было. Юристы должны сказать свое слово. Но по логике вещей, для судьи, для прокуратуры отдельный разговор. Это что? Уголовка? Как ты считаешь? Я думаю, все вместе. Это совокупность всех этих факторов. Мы предполагаем с тобой, мы не юристы. Такое здравое предположение. Не может судья принимать к рассмотрению. А наше судья. И сказать, простите, у нас депутатов по Конституции, а Путин гарант Конституции, отзывает либо народ и избиратель, проголосовав, либо сами депутаты. И то, и то не было сделано, потому что депутаты сказали, что ты должен остаться депутатом. Таково решение законодательного собрания, а народ даже никто ее не спрашивал. Это не оскорбление президента? Однозначно оскорбление. Но вот в моем понимании, как гражданина Российской Федерации, я считаю, что это дело надо доводить до конца. В самом деле, очень важно, судья, принимая такой вот иск от прокурора, края им подписан иск, приняла. Преступление? Вряд ли это юридическое преступление, это преступление иск и политическое. Это не прописано в уголовном кодексе, мы понимаем, потому что сейчас создается прецедент некий новый. Если это против Конституции, а это против Конституции, иск прокурора, подумайте, да? Дело в том, что у нас нарушение Конституции фиксирует только один единственный орган, Конституционный суд, его на всех не хватит. Когда создавали систему Конституционного судопоизводства, не предполагалось, что Конституция может нарушаться массово. То есть, если сейчас депутат пойдет с иском наш депутат в Конституционный суд? Да, он не должен пойти в Конституционный суд. Один такой документ я уже подал на действие прокурора Красноярского края. Кому написал? Я написал его на администрацию президента и прокурору Российской Федерации. Генеральному прокурору. Я в разговоре с Палпредом и другими вашими руководителями объяснял, ведь фактически мы предполагаем, губернатор стоит за твоей спиной. Абсолютно правильно. И весь фильм о том, что губернатор, как мы предполагаем, будем аккуратно, бросает своими действиями вызов. Мое предположение кому президенту, как гаранту Конституции. Если действительно происходит с ведомым губернатора, а это точно происходит с ведомым, потому что я разговаривал с заместителем губернатора первым и с другими должностными лицами. Пономарин? Да. Что говорят твои юристы? Говорят как раз именно то, что сейчас мы с вами обсуждаем. Что это, на их взгляд, полное противозаконное действие. Есть основной закон страны. Мы всей страной нашу Конституцию, ее принимали, а день Конституции, национальный праздник, если прокурор отдельно взятого региона начихал на Конституцию на глазах у всех. Мы предупредили в первой серии, что это незаконно, он не отозвал свой иск. Вообще, как бы идет против Конституции основного закона, это не уголовное преступление? Это хочу понять. Еще раз, создан прецедент необычный. В Конституции написано четко, вот депутат, отзывают в пятый раз повторим, либо сами депутаты, либо избиратели народа, но не прокурор через суд. А то, что нет такого в Конституции, если нет, а они делают. Я сейчас даже не о Путине, и не о здравом смысле. Я о самой Конституции, по ней ногами прошлись. Кто? Прокурорский. Можно сказать, что это покушение на конституционный строй. Есть специальная формулировка, что действие судей противоречит Конституции. С нее срывают мантию сразу, с него судей. Как минимум, вообще тема закрывается. Тема – это человек? Да. То есть, не будет этого судьи в судьях? Не будет с начала этого суда рассмотрения. Уже состоялось, стоп. Уже прошло. Наш депутат, Иван, он не пошел в Конституционный суд. С этим тоже мне в голову не приходило. У нас любой гражданин имеет право обратиться. Это я понимаю. Но автоматически это к ходу судей не приводит, но это приводит к тому, что должна судебная коллегия, кривая, ответить на вопрос, как возможно судьей нарушение Конституции. Что было на суде, Иван? На суде два прокурора, руководитель антикоррупционного отдела по борьбе с коррупцией. А это коррупционер ты. С соткой земли, пятью тысячами рублей. Точно. Не те, у кого виллы в Сочи депутаты, там нет коррупции, потому что они от хорошей партии, а ты от оппозиции, от патриотов России, у тебя одна сотка, ты коррупционер. В рабочее время подполковник юстиции, начальник департамента по борьбе с коррупцией. Точно. Доказывал в суде о том, что действия правомерны, никакой иск она отзывать не собирается, потому что в начале процесса суда мы подали требование о том, что данный суд считаем незаконным. То есть вы незаконны, говоря, что откроете Конституцию, а они законны, у них своя Конституция. Это говорил подполковник, начальник департамента. И своя Конституция, и свои законы, которые они, видать, сами для себя придумали. Прокурор, мое предположение, этим иском плюнул, размахнулся и плюнул в лицо гаранту Конституции, прежде всего, президента. Пощечина! Как это не страшно звучит. Это слишком мягкое заявление. А даже мягкое? Скорее можно сказать о том, что подрыв Конституции, это уголовная статья. Но в данном случае, вы понимаете, если возможно решение, которое нарушает Конституцию, то это означает, что Конституция по факту не действует. Сколько шел суд и как вела себя судья? Как фамилия судьи? Вот это самое интересное. Зернова. Суд районный? Центрального района. Красноярска. Да. Госпожа Зернова. Как она себя вела на суде? Поведение было ее тяжелое, по-другому не назовешь. Во всяком случае, такого поведения у судьи я никогда не видел. Понимало мы предполагаем, что творится ее руками, и она сама участвует в преступлении против человека. Судя по тому, что она переживала. По лицу было видно? Было видно. Сколько шел суд? Пять часов. Пять часов? То есть пять часов прокурорские граждане говорили, что ты преступник, у тебя сотка не задекларированная. И 5 тысяч 163 рубля. 163 рубля. Ага, проценты набежали. Судья не стала принимать от нас отзыв, что мы просим не рассматривать это дело. Не стала принимать? Не стала принимать. Ваши возражения? Наши возражения. В защиту Конституции Российской Федерации? Да. Она ушла в совещательную комнату, вернулась после этого. И когда вернулась, через час, она приступила к рассмотрению дела. Спросили у прокуроров, готовы ли они отозвать заявление прокурор Жигалова. Она же является руководителем отдела по борьбе с коррупцией прокуратуры края. Сказала, что она ничего отзывать не собирается. То есть официальное заявление сделано? Абсолютно. Мы подали иск против Конституции, отзывать его не будем, и Жигалова подтвердила в суде. Да. Расписалась, так сказать. Ну, так точно. Что было дальше? Меня это удивило. Насколько люди готовы далеко идти, насколько людям плевать на закон. Если тем более не в погонах. Но они же понимали, что будет вторая серия нашего расследования. Наш фильм очень даже широко разошелся по интернету. Не только портал Караулов Лайв, не только мой Фейсбук. Все порталы главные Красноярского края, газеты, аргументы недели, комсомольская правда, сайт расследований. Везде был наш фильм, и везде были одни и те же отзывы. Что творится? Они вот там, в Красноярске, не допускали мысли, что будет вторая серия. Мы все это расскажем. Я думаю, безнаказанность, она в конечном итоге рождает произвол. У прокурорских представителей в суде вопрос. Вы же проверяли всех депутатов. У одного товарища Вилла, не знаю, задекларированного депутата. Ну от хорошей партии, от Единой России, то есть от правильной партии. У другого там многомиллионный счет. А что ж по ним-то? Прокурор край не возбудился. Вилла! И пять тысяч рублей Вилла. А он, знаешь, что ответили прокурорские? Вы задаете прокуратуре бестактные вопросы. Они же не подрывают авторитет Путина. Они же представители власти. В действительности, понимаете, кто правильный, кто неправильный. Знаете, авторитет Путина, думаю, это переживет. А вот авторитет Единой России подрывает довольно сильно. Авторитет Владимира Путина, к сожалению, падает. Он сейчас ниже, чем было до присоединения Крыма. Боюсь, что в Красноярском крае авторитет президента чуть выше 20%. Он боюсь, что авторитет Единой России еще ниже. Конечно. Может еще ниже. Так что же они делают? Это вечная проблема. Мы ее с вами обсуждали страшное количество раз. Они решают свою маленькую задачу, не задумываясь о больших политических последствиях. Люди нарушают Конституцию, то бишь основной закон. Те, которые должны ее защищать. Наши предположения просто нагло плюют, но ведь своими действиями в лицо гарантов. А кто гарант? Президент. Статью о оскорблении президента. Разве такие действия не оскорбляют Владимира Путина? Никто тоже не отменял. Конституционный строй покушения. Абсолютно верно. Мы сейчас статьи называем. Все особо тяжкие. Вы что, правда, с ума сошли, что ли? Наши предположения, а? Иван. Я думаю, да. После этого прокуроры, когда судья к ним обратилась, хотят ли они участвовать в премиях, прокурор ни с того ни с сего говорит, нам надо посоветоваться с прокурором Край. Это позиция Краевого прокурора. Отменить Конституцию по факту. Меня что еще удивляет. А это не уголовщина? Не подрыв Конституционного строя? Нет, это удовольствие юридически. Это политически. Мы с тобой не юристы. Политически понятно, подрыв. А на как это правоумно? Меня другой вопрос интересует. А где у нас избирком? У нас вопрос соответствия действия депутатов определяется избирательными комиссиями. И по отношению к депутатам. Которые должны определить, является ли действие депутата соответствующим его статусу или нет. Иск против тебя был подписан кем? Прокурором Красноярского края. А что ж тогда с ним? Савчином Михаилом Михайловичем. А что ж тогда советоваться, если генерал-лейтенант подписал иск? Что с ним советоваться? Какой 17 апреля? Вот же странички он сам подписал. Слушай, я думаю, что другие бы и не подписались. Даже приказывал бы прокурор края. Ну, как-то закон-то сильнее, чем генерал-лейтенант. Я думаю, те, кто представляли прокуратуру в суде, а в частности Жигалова и ее помощница, я думаю, такие люди подписались. Ну, наше предположение, не будем их лишний раз обижать. И судья потом, после этого, что? Судья удалилась в совещательную комнату, вышла и сказала о том, что она отказывает прокуратуре в виске. С каким лицом судья Зернова все это произнесла? Явно было видно, что у человека поднялось давление, потому что лицо было неестественно красное. И так впервые было, что человек переживает. Прошу прощения. Прокуратура края, иск подписанный прокурором, получил бы в суде отлуп. Ну, это действительно уникальный случай в этом отношении. Прокурор, он сейчас, правда, в отпуск ушел неожиданно, сразу после этого суда. Не могу до него дозвониться, звоню каждый час. Прокурор попросил, видимо, перенести суд, чтобы честь мандиру сохранить. Ну, понятно, что кто-то вмешался после нашей серии. Но подожди, еще ведь нет комиссии, которая проверила бы всю работу прокурора края из Генеральной прокуратуры. И Элла Панфилова тоже не сказала ни одного слова, хотя суд-то состоялся. Об этом я и говорил. Но, поскольку известно, что Элла Александровна, она очень жестко решает свои вопросы, она всегда стоит на страже, да, и в этом смысле, вспомним Владивосток, совершенно все равно, от какой партии кандидат. Я думаю, что слово еще будет сказано. Позвонили судьи, опять-таки, смс-очка пришла, что вы делаете из Москвы, хоть может из Верховного суда. Как ты думаешь, наше предположение, мы этого знать не можем. Я могу предположить, что это вполне могло быть именно так. По той причине, что здесь речь идет не только о депутате Серебрякова, речь идет вообще о Конституции. Они создали прецедент, именно получается, что теперь, если бы решение прошло, не в твою пользу. Они создали прецедент, по которому любого депутата, Госдума, законодательные собрания, любые другие собрания, республиканские, можно было бы отзывать вопреки Конституции через суд районный. Вот что они ведь творили-то. Это не подрыв Конституционного строя. Это попытка террористического акта против страны и Конституционного строя. Взрыва. Это такая попытка, без предела, над которой издевался бы весь цивилизованный мир, и Америка, и Европа. Вот ведь что происходило-то в этот день в районном суде Красноярска с участием, еще раз в пятый раз скажем, личных представителей прокурора края. На мой взгляд, это даже не попытка смены Конституционного строя, а это плевок вообще во все наше устройство, нашего государства. По той причине, что у нас в Конституции написано, что власть принадлежит народу. Ты готов именно так же говорить с руководителем администрации президента в Москве, с его заместителями? Я думаю, что у тебя будут такие контакты сейчас. Вот об этом позоришь, называется не по телевизору. Нельзя, чтобы администрация президента и сам Владимир Путин узнавали об этом из новостей или же из интернета. Это неправильно. Только от того, кто пострадал. Вот почему пострадавший? Ты готов все это говорить? Конечно. А обратиться к Татьяне Москальковой, уполномоченному президентом, человеку по нашим правам. Готов? Конечно. Как люди встретили такой приговор? Твои коллеги депутаты, законодательные собрания и просто твои избиратели? Мои избиратели меня поздравляли. Я говорю, поздравлять на самом деле не с чем. То, что происходило сегодня, имеет далеко идущие последствия для всего нашего государства. Поэтому поздравлять с тем, что у нас произошло верховенство закона и верховенство Конституции, то, что пять часов пришлось в суде адвокатам доказывать, что существует основной закон страны, пять часов доказывать, в том числе и прокурорам, что есть основной закон страны. Мне кажется, это позор. Ну вот в моем понимании это позор. Потому что для этого и есть Конституция. Конституция